ГОТОВНОСТЬ ДОВЕРЯТЬ В этом выпуске мы поговорим о важном качестве, формирующемся у ребенка с самого раннего возраста. Пообщаемся с ребятами из различных регионов нашей страны на эту тему, услышим их версии. Обсудим недавно появившийся фильм, снятый нашей киностудии. В конце передачи вас ждет важное объявление, так что наберитесь терпением. Привет, я Константин Рассолов, кинооператор, оператор-постановщик фильмов народного проекта киноуроки в школах России. И это очередной выпуск «Искусство созидать». Воложительное качество, свойственное человеку, открытому, доброжелательному и приветливому. Доброта, добротушие, милосердие. Раскрепощенность. Воложительное качество. Это сложно. Слишком. Хороший человек. Хороший человек. Дружелюбие. Да, я хоть что-то угадала. Дружелюбие, жизнерадостность. Дружелюбие. Все, верно. Спасибо. Дружелюбие. Вот само слово «дружелюбие». В его состав входят две главные вещи. Это дружба и любовь. Соблюдает дисциплину. И все вопросы решает мирно. В нем сочетается доброта, справедливость, честность и великодушие. И ты сразу понимаешь. О, он добрый. Сто процентов дружелюбие. Потому что он прям сияет улыбкой. Я бы сам хотела бы спать всегда, дружелюбно, не ссорясь. Оно проявляется в поведении и поступках человека. Который может помочь тебе в трудную секунду. Вот такой вот дружелюбый человек. Он несет добро и мир. Пособность видеть и уважать личность в другом человеке. Желание и умение находить взаимопонимание с окружающими. В конце концов, это просто твоя улыбка незнакомому человеку. Дружелюбие – это то, что выходило на первое место в советских мультиках. Это то, что помогало героям детских фильмов совместно решать непростые задачи и преодолевать трудности. Все это надо срочно проанализировать. В книжках, в романах, например, «Д'Артаньян и три мушкетера» дружелюбие сводят вместе главных героев. И на протяжении всей книги и фильмов мы наблюдаем, как теперь уже лучшие друзья готовы незамедлительно прийти на помощь друг другу и в любой трудной ситуации подставить плечо. Дружба между детьми, любовь к природе, к животным, уважительное отношение к своей истории – вот небольшая часть того, о чем нам с экрана говорят герои художественного фильма, снятого в рамках киноуроков в школах России «Песня «Ветра». Акмал, тебе надо поговорить с природой. Этот фильм снят на понятие дружелюбия в республике Башкортостан, а перед зрителем раскрывается событие сразу двух эпох – прошлого и настоящего. В нашей стране живет очень много разных народов. Каждый народ бережно хранит свои предания и легенды. Учитель обучал Акмала языку птиц и животных, учил слушать, о чем шепчут деревья и поет река. А Глям учил юного Батыра жить в единстве с природой, сливаться с ней, быть ее частью. Трагическая потеря отца заставляет Акмала перестать любить природу. Ведь она отняла у него самое дорогое – «Люби природу, как людей, а людей, как природу». Но в дальнейшем мы, как и главный герой, понимаем, что, отвечая злом на зло, мы становимся таким же волком, который лишил жизни его отца. Играй. Пусть вся твоя боль уйдет с этой песни. Ветер подхватит твою песню и разнесет по всем Уральским горам. Если у кого такая же боль, то ветер унесет и ее. Люди будут слушать твои песни и помнить, что все мы часть одного. Дружелюбие не имеет национальности. Быть дружелюбным и любить и охранять природу должны люди любой страны, любых народов. Этим важнейшим для нас качеством в наше время должны обладать как можно больше людей. Ведь оно помогает быть ближе к друг другу, мирно сосуществовать, быть более коммуникабельными и стремиться к мирному решению возникших конфликтов. Нам нельзя на зло отвечать злом. Иначе ты будешь не человеком, а волком. Качество, лежавшее в основе фильмов народного проекта киноуроки в школах России, требует не только теоретических знаний, но и практического применения. Именно для этого ребята и педагоги организовывают по всей стране социальные практики, позволяющие тем или иным образом применить качество, о котором они посмотрели в фильме. И таких практик было проведено очень много. Ребята посещали приют для бездомных животных, устраивали субботники, боролись за экологию и так далее. И теперь пришло время объявить о конкурсе социальных практик, который мы устраиваем среди вас, наших зрителей. Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, благодаря нашей совместной работе от Республики Башкортостан был создан замечательный фильм «Песни ветра», который благодаря всероссийскому проекту киноуроки в школах России увидят миллионы школьников по всей нашей стране и даже за рубежом. Этот фильм рассказывает о красоте нашего края и людей, живущих в Башкортостане. Ведь красота человека не в его внешнем облике, а в характере и поступках. Доброта, честность, дружелюбие и многое другое делает нас прекрасными. Фильм «Песни ветра» рассказывает о дружелюбии. Своим примером каждый из нас может подтвердить, что все, о чем говорится в фильме, правда, сделан доброе дело. Что для этого нужно сделать? После просмотра фильма в своих классах нужно обсудить и придумать общественно полезное дело, в котором проявится такое качество, как дружелюбие, по отношению к людям и, конечно же, к родной природе. Все выполненные общественно полезные дела или социальные практики становятся участниками всероссийского конкурса, проводимого в рамках проекта киноуроки в школах России. Чтобы ваше дело, ваша социальная практика стала участником конкурса, необходимо педагогам зарегистрироваться на сайте киноуроки.рф. В разделе «Социальная практика» выложить результаты работы по фильмам «Песни ветра», а дальше вы можете продолжить аналогичную воспитательную работу по другим киноурокам. Обратите внимание, за лучшую идею социальной практики предусмотрено голосование, которое будет объявлено чуть позже. Приглашаю каждого из вас принять участие в конкурсе и в голосовании. Уверен, что наша республика будет представлена достойно. Это одновременно очень ответственная и почетная задача. В наших социальных практиках узнают миллионы школьников, которые будут брать с вас пример. Я желаю вам увлекательного творчества и успеха в ваших делах. Уверен, что наш пример проявления дружелюбия подхватит во всех школах страны. Ведь каждый способен сделать хоть одно доброе дело, а все вместе мы способны запустить целое движение добра. Спасибо. Задача собраться вместе с друзьями, классом или родителями и придумать практику «Общественно полезное дело», которое поможет многим. Не только для школ или класса, а для города, края или страны. Если ваша практика станет победителем, то это будут не только призы, дипломы. Вашу практику решат повторить многие школы в рамках страны, а возможно, за ее пределами. И это будет вашей личной заслугой. Это будет круто. Пишите нам в группу ВК. Ссылку я оставлю в описании. Будьте дружелюбны. Пока.